Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. С мужем пишите вы почти 20 лет в браке. Забегая чуть вперед хочется сказать, что у вас довольно противоречивый вопрос. Вы пишите, что у вас тяжелое психическое состояние, но при этом вы спрашиваете, что у него в голове и стоит ли надеяться на его возвращение. Мне кажется, что что у него в голове может знать только он и не очень понятно, почему вы считаете, что мы это знаем. А стоит ли надеяться на его возвращение? Вопрос самый, наверное, один из самых бесперспективных, которые вы можете задать. Потому что если вы надеетесь на его возвращение, то вы уже надеетесь, а если вы не надеетесь, то, соответственно, надеяться вас вряд ли что-то может заставить. Да и не нужно это. То есть как бы то, что вы надеетесь, никак не влияет на то, стоит ли или нет. Поэтому здесь как бы вызывает вопрос, да, ваш вопрос. Извините за каламбур. Итак, если вы с мужем в браке 20 лет, то возникает в первую очередь вопрос, что между вами общего? То есть сказать вопрос, что вас связывает. С учетом того, что вы пишете про свой возраст, как бы, именно с мужем вы вместе с 18 лет. Не совсем понятно, вышли ли вы замуж в 18 лет или вы просто вместе с 18 лет. Но, так или иначе, с 18 лет вы с ним. Вот. Нет упоминания о том, что вы работаете, нет упоминания о том, что вы реализуетесь как-то. И, соответственно, можно сказать, что всю свою жизнь вы привыкли бы с ним. Вопрос в том, что это за отношения. Партнерские ли это, равноправные ли отношения или нет. Судя по тому, что вы пишете, я больше склоняюсь к тому, что нет. Итак, что между вами общего мужем? Как выстраивались ваши отношения? Вы пишете, двое детей 18 и 15 лет. Это хорошо, но не совсем понятно, к чему вы это. Муж солидный, дядя 43 лет. Ну, вот тут вот довольно специфичное определение мужа, да. То есть не мужчина, а дядя. Почему дядя? Вот тут весьма интересный момент. Также интерес представляет то, что вы называете его солидным, всегда правильным, работающим на хороших должностях. Такое ощущение, что вы на него переносите свою реализацию. То есть пытаетесь или пытались реализоваться как бы через него. Так вот, то, как вы его воспринимаете, солидный дядя 43 лет, всегда правильный, работающий на хороших должностях. Что вы в это вкладываете? Как вы его видите? Вполне вероятно, что в первую очередь то, с чем нужно разбираться. Это с тем, как вы его видите. Мне 38 лет. Какое значение для вас имеет возраст? Худенькая, красивая, заботливая. Ну, вот опять же, да, здесь в основном такие больше социальные характеристики вы себе даете. Вот. Потому что худая это социальная характеристика. То есть для кого-то вы худая, для кого-то нет, да. Для кого-то это привлекательная, для кого-то нет. Красивая, это уже довольно субъективная история, в том смысле, что для одного человека красота одно, для другого человека красота другое. Заботливая. Ну, это тоже больше такая характеристика социальная. Потому что то, что вы можете понимать под заботой, для другого человека может выглядеть, как, например, гиперопека. И наоборот. Полгода назад я нечаянно узнала, что у него уже почти двухлетняя связь с другой дамой, она родила ребенка. Это, безусловно, травма. Как правило, это травма. Если только вы не спокойно относитесь к свободным отношениям. То есть, по сути, когда один либо партнер имеет нескольких партнеров. Вот. Тема специфичная. Напрямую связана с ценностями человека, напрямую связана с его психикой. То есть, у кого как психика это воспринимает. Вот. И не совсем понятно ваше к этому отношение. Вот. То есть, вроде как вы к этому поначалу относитесь спокойно, потом вы к этому относитесь достаточно резко. То есть, как бы такое ощущение, да, что своего отношения к этому вы до сих пор не выработали. Вот. И тут мы приходим невольно к тому, чтобы высказать предположение о вынужденности. Вот. То есть, это похоже на вынужденность. Что такое вынужденность? Это когда вы формируете свое отношение не из выбора, а из отсутствия выбора. То есть, не из свободы. И так. Ребенку полгода я услышал их скандал по телефону. После того, как узнала про свою прощение, умоляла сохранить семью. Опять же вот. Ой, это он. За что просил прощение? Непонятно. Сохранить семью. Хорошо. Как? Что такое? Что такое с ограниченными? Непонятно. Потому что семья это не совместное проживание. Семья это не какие-то совместные, не знаю, совместное времяпровождение. Это не нахождение двух или более людей в одном месте, например, в квартире или доме, в течение какого-то времени. Семья это даже не взаимопомощь, это не совместная деятельность. Семья это отношение. Это отношение человека к человеку. Так что здесь вот непонятно. Ни ваша реакция, ни за что просил прощение и так далее. Мы до двадцать лет брака даже не ссорылись практически никогда. Все идеально. Ну, так не бывает. Как сказал мой коллега, Кутришев Игорь Леонидович. Скорее своего чехота бы не замечал. Сказала причина не в теле, это идеально. Интересно, а почему мужчина вообще пришла в голову мысль о теле? Это, на мой взгляд, неким образом коррелирует с тем, что вы себя называете худенькой, красивой и так далее. Как будто бы вот этот внешний фактор здесь очень важен. Естественно, он не является второстепенным совсем. Но и семья на теле, выражающем вашим языком, не строится. Семья строится все-таки на отношениях людей. А тело здесь играет роль по стоку, по скольку. Потому что со временем тело может естественным образом меняться. Поэтому как-то мне кажется, что вот немножко не в ту степь. Вы и ваш муж идете. Понимаете, ребенок и два года, это не про тело. Это про потребности. Мужчина, например, потребности мужчины. Потому что ребенок довольно серьезный. И когда мы говорим только о интимной стороне вопроса, только о физиологии, то ребенок здесь, как правило, абсолютно не играет никакой роли вообще. То есть то, что ребенок появился случайно у такого солидного и правильного, как вы говорите, человека. Вот, ну, мне кажется, очень-очень мало вероятно. И мне кажется, что сами вы где-то в глубине души, скорее всего, это понимаете. Поэтому тут такое ощущение, что происходит старательный отвод от настоящих проблем. Я, конечно, сейчас занимаюсь тем, что просто предполагаю, я могу ошибаться. И это вполне естественно. Но, надеюсь, что почва для размышления и определенные мысли у вас появилась. Дальше. Ага, так. Она просто для разнообразия была. Ну, как бы, разнообразие, два года ребенок, это странно. Дальше. Вы пишите, я сохранила семью. Опять же, вопрос. Что вы в это вкладываете? Ну, вот, серьезно, что вы вкладываете в эту фразу? Я сохранила семью. Потому что одна вы ее сохранить не можете. Как бы, позиция, в которой все зависит от вас, далека от реальности, потому что отношения выстраивают двое людей. То, что вы уделяете, то, что вы ставите на первое место семью, но не лично своего мужа, тоже вызывает вопрос. То, что вы не описываете своих действий по, ну, скажем так, коррекции ваших отношений, то есть как-то вот что-то с ними сделать, да, как-то их обновить, как-то с ними поработать, например, к семейному психологу обратиться, вот. Тоже, мягко говоря, вызывает вопрос. И отсюда, соответственно, вопрос к вам, что вы вкладываете в фразу «сохранила семью». Очень бы хотелось это, конечно, узнать. Потому что зачастую именно семье придается чересчур важное значение. Не в том смысле, что семья не важна. Не в этом смысле. А скорее в том, в том смысле, что… Что такое семья? Если это просто взаимодействие гендерная или социальная муж и жена, этого очень мало. Это очень обесценивающе по отношению к многосторонней личности человека. То, что вы говорите, что я сохранил семью, опять же, они в некоторой степени полностью убирают вашего мужа из, так сказать, позиции, сколько-нибудь влияющего на это человека. Убирают мужа из позиции партнера, превращают его в какого-то вечно виноватого, зависишего от вас человека. Это учае отношения, мягко говоря, деструктивные. Мягко говоря, проживающие определенные конфликты. Хотя бы внутри личности. Отдельно взятого человека. Дальше. Он перечислял ей просто деньги на ребенку. Это вы к чему? Через полгода попросил у меня разрешения на встречу с ребенком, я разрешил. Ну, здесь, как бы, опять же, я думаю, было бы хорошо. Обратиться к ответу моего коллеги Кудрячева Игоря Леонидовича и спросить. А почему, собственно, муж ваш просил у вас разрешения? То есть, как бы, ребенок его, семью вы сохранили, значит, и ребенка, и приняли факт существования ребенка. По большому счету. Ну, если бы вы его не приняли, то, наверное, вы бы сказали, что нет, для меня вот все, что происходит, вообще-то неприемлемо. Вот, что у тебя есть еще один ребенок, а другой женщина для меня неприемлемо. Вот, у нас проблемы, либо мы их решаем, вот, с помощью психолога, либо мы расстаемся. Вот, но вы, как бы, семью сохранили. При этом, может, почему-то происходит у вас разрешение увидеть своего ребенка. Вот, понимаете, да, какая-то вот здесь неравноправная история. Как-то здесь не партнерская, как будто бы, связь между вами и вашим мужем происходит. Это вызывает вопросы. Не является ли данное проявление вершиной айсберга ваших трудностей? Вот, понимаете, да, что я хочу сейчас вам сказать. Дальше, я разрешил. Опять же, вот как вы, да, из какого чувства вы разрешили? Ну, в конце концов, вы же не мама, чтобы что-то разрешать или что-то запрещать своему мужу. Он самостоятельный, взрослый, обеспеченный, реализованный, как мы поняли, человек. Поэтому несколько странно, что вы ему что-то разрешаете или что-то запрещаете. Вот это выглядит несколько странно, на мой взгляд. Поэтому здесь я хочу вас спросить, из какого чувства вы ему это разрешили? И здесь «разрешили» я помещаю в кавычки. Я помещаю слово «разрешили» в кавычки, потому что вы не можете разрешить, как не можете запретить. Вы не обладаете такой, такими полномочиями. А то, что вы описываете, очень похоже на манипуляции. Может быть, так ваши отношения выстраивались, но от того, что 20 лет они выстраивались, так не значит, что это конструктивно и не значит, что вам это подходит. Говорю вам, я имею в виду вас как пару. Вот. И то, что происходит сейчас, наглядный тому пример. Собственно, либо вы признаете это, то есть, либо вы признаете тот факт, что отношения выстраивались деструктивно и начинаете меняться. Либо все останется, как прежде, и конфликты продолжатся. Даже если ваш муж вернется к вам. Понимаете, понимаете. Дальше. После второй встречи с ребенком пришел домой и начал орать, что вообще не знает, чего хочет. Собственно, чего бы мэра. Ополагаем, что он чувствовал себя виноват, когда встречался с ребенком. Почему он чувствовал себя виноват? Возможно потому, что в вашем разрешении было что-то такое, что вызывало у него чувство вины. Вы можете совершенно справедливо сказать, что это его проблема, что он чувствовал себя виноват. И я с вами полностью соглашусь. Это действительно его проблема. Но, поскольку отношения выстраивают оба человека, то если есть ваш вклад в это, то необходимо этот вклад осознавать и брать на себя ответственность за это. То есть соглашаться с тем, что, например, вы, разрешая или делая что-то, не совсем это принимаете, не совсем этого хотите делать. Это как бы из того же самого принуждения, а не из, например, своего выбора. Когда ваши ценности, например, включают наличие у мужчины ребенка от другой женщины. Я не просто так говорил, что ситуация несколько специфичная. Дальше. Сказал, что поехал на дачу, нужно побыть одному и разобраться. Но я узнал, что он поехал к ней и провел там день и ночь. Ну, как вы узнали, это отдельный вопрос, я полагаю. То есть, то ли вы следите за мужем, то ли вы ему не доверяете уже давно. Ну, вот, что ли, как бы, здесь речь идет про некоторые, скажем так, сплетни. Вот. Ну, а совершенно очевидно, что имеет место быть нарушение личной грани. Вот. Значит, что здесь произошло? Наверное, вы почувствовали себя здесь обманутой. Вас обманули. Сказали, что хотят, хотят побыть одни, а в итоге поехали к этой женщине. Вот. И вы пишите дальше. Я собрала все его шмотки, он забрал их и уехал к ней жить. Но, опять же, здесь не совсем понятно, с какой целью вы собрали его шмотки, почему вы собрали его шмотки. Вот. То есть, как бы, что вы чувствовали, чувствуете, чувствуете. Вот. Задавались ли вы вопросами, а с чего бы вашему мужу вам врать, вас обманывать? Это, знаете ли, не так просто, как кажется на первый взгляд. Даже люди, которые являются патологическими врунами, по сути, те, кто не может не врать, они и рады бы, да не могут. Даже таким людям очень тяжело отполнить, что они постоянно вынуждены говорить. Неправда. То есть, такое ощущение, что здесь то же самое противоречие, которое мы встречаем на протяжении всего вашего текста. Не знаю, как жить дальше, как жить дальше, чтобы что. То есть, спросите себя, почему вам для того, чтобы как-то жить, нужен муж? Получается, что вы не можете жить самостоятельно. Так не потому ли у вас тяжелое психическое состояние, потому что вы не привыкли жить самостоятельно? Ну, в таком случае, если это правда, если вы действительно не привыкли жить самостоятельно, то в таком случае, я думаю, что пришло время учиться. Пришло время учиться жить самостоятельно. Если, конечно, вы сами этого хотите. То есть, я вот пока не могу ответить на вопрос, чего вы хотите. Мне кажется, что ваш запрос к психологу, да, еще предстоит выяснить. На показе, что так. 20 лет брака, совместно нажитое имущество, это дача, которую он строил в 10 лет и начинал встретить старости со мной. А вы-то о чем вы читали? Вы-то чего хотели? Вот, понимаете, 20 лет брака, совместно нажитое имущество дача, которая строила в 10 лет и его желание встретить старость, это все не про вас. Это все про него, не про вас. Вы-то во всем этом где? Знаете, как будто бы все, что вас определяет, это имущество, дача, время 20 лет, дети, возможно, хотя о детях вы ничего не сказали, и его желание встретить старость. Вы-то сами где? Знаете, мне кажется, что сейчас, в 38 лет, вы столкнулись с тем, что человеку хорошо без вас. Это не хорошо и не плохо. Так бывает. И человеку хорошо, лучше без вас, лучше с кем-то другим может быть. А выясняется, что вы-то как, вы-то как жить, не знаете, но не умеете вы как, не умеете вы жить. Не умеете вы, не умеете вы, не умеете вы жить, как бы, самостоятельно. Не умеете вы опираться на себя. И, собственно, мне кажется, что как раз такие психотерапии могла бы научить вас этому. Чтобы вы научились жить, чтобы вы были более самостоятельны, более независимы. Вот. Это все вполне реально. Конечно, если вы этого хотите. Я повторюсь, я пока не знаю, чего вы хотите. Пока непонятно, каков ваш запрос. Дальше вы пишите, что у него в голове. У него в голове своя жизнь. Человек понимает, что пришло время, когда ты смотришь и спрашиваешь себя, так ли я живу, как я хочу. Все ли люди вокруг меня, которых я хочу видеть. Те чувства, которые я испытываю с этими людьми, приятны они мне или нет? Вот такие вопросы, естественно, в более упрощенной форме задают вам, задают себе ваш муж. И ответ, который мы можем видеть, на мой взгляд, совершенно очевиден. И для вас он тоже, я думаю, очевиден. Только вот не принимаете вы его по каждому. Таким образом, возвращение вашего мужа ничего не решит. А пока вы говорите, что мы не ссорились, что было идеально, к сожалению, здесь есть большая вероятность того, что у вас будут продолжаться проблемы. Потому что по каждому, на мой взгляд, с вашей стороны идет некоторое отрицание, я бы сказал. Проблем. Я вас, конечно, понимаю, это страшно признать, что что-то могло измениться. Страхно признать, что у вашего мужа появились другие ценности, что ваш муж хочет другого. Но это абсолютно нО. Абсолютно нО. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Буду вам благодарен за обратную связь по моим ответам. Это позволит вам начать работу над собой. Я хочу пожелать вам всего самого доброго. Хочу пожелать вам удачи. Хочу пожелать вам решить ваши трудности. Ваши проблемы, ваши конфликты, противоречия, которые сейчас у вас могут быть. И я рекомендую вам не затягивать с обращением к психотерапевту. Если вам психотерапия нужна, вы скорее всего самостоятельно не справитесь с тем, что происходит. Вам на мой взгляд нужна поддержка и вам нужна помощь в том, чтобы лучше в себе разобраться. Поверьте, так будет гораздо эффективнее, конструктивнее и гуманнее по отношению к вам, по отношению к вашим детям и по отношению к вашему мужу. Если вы хотите свои отношения с ним сохранить. Можно любые отношения в принципе гармонизировать. Можно любые отношения в принципе скорректировать. Скорректировать, чтобы они не распадались. Для этого нужно ваше желание над собой работать. Я надеюсь, что это желание у вас присутствует. Я надеюсь, что это желание у вас есть. Если оно есть, выбирайте себе психолога и начинайте работать. Начинайте свой процесс развития. Я бы соврал, если бы сказал, что этот процесс весьма и весьма увлекательен. Весьма и весьма увлекательен он этот процесс для тех, кто на самом деле наслаждается или может наслаждаться собственным развитием и собственным изменениям. На мой взгляд, и по моему мнению, вы к себе достаточно не внимательны. На мой взгляд, вы к себе не любопытны. Как-то так вот получилось, да, что вы не проявляете любопытства к себе, не проявляете интереса к себе. А это, вообще говоря, очень важный момент. И, вообще говоря, это очень важное качество для человека, если он хочет вести максимально активный и достойный его. Жить. Поэтому, хочу пожелаться. Вам удачи. Хочу надеяться, что к психологу вы все-таки обратитесь. Вот. И удачи вам в этот нелегкий для вас период. Всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...